Жить комфортно и без коммунальных проблем. Нет такого жителя Самары, которого не волновала бы тема ЖКХ. Решить наболевшие вопросы можно только при активном участии собственников многоквартирных домов. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Меня зовут Мэри Елчан. Здравствуйте. Как не растеряться, когда дело доходит до реальной коммунальной проблемы? Главную роль в управлении МКД играют сами собственники жилья. Сегодня мы поговорим о наболевших вопросах в сфере ЖКХ и положительном опыте благоустройства. У нас в гостях глава железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Вадим Тюнин и председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Владимирович, сколько у вас в районе многоквартирных домов? Всего в железнодорожном районе расположено 775 многоквартирных домов. А много ли тех, кто выбрал форму управления ТСЖ? Ну, в общей массе, наверное, достаточно немного. Всего у нас 134 дома, которые выбрали форму либо это ТСН, либо ТСЖ, либо ЖСК. Еще как по-старому. То есть это те жители, которые еще когда-то строили свои дома, приобретали в них квартиры и чувствуют себя хозяевами, скажем так. Всего 134 таких дома. Александр Евгеньевич, а как создать ТСЖ? Как это было у вас? Наш дом был, в принципе, проблемным изначально. У нас были банкротом заказчики и застройщики, и поэтому на тот момент мы вынуждены были решать свои проблемы. И когда мы задумывались, то есть один из механизмов, тогда он был самый начинающий, только прогрессивный такой механизм появился, это создание ТСЖ. На тот момент администрация пошла нам навстречу, и мы создали этот ТСЖ. Вот с 2001 года, в принципе, такое решение было принято, и мы так живем. И ТСЖ назвали жизнь для того, чтобы выжить. А почему люди, в принципе, приходят к такой форме управления? Ну, я считаю, что она достаточно очень прогрессивная. Во-первых, собственник управляет самостоятельно при минимуме затрат. Но, однако, для этого требуются, конечно, инициативные люди, это раз. Все-таки это должен быть какой-то костяк, который должен вести, руководить всем этим процессом. Ну и нужно руководить своим персоналом, который приходится брать. Вот это достаточно сложно порой, но это оправдано. Вот если группы лиц, жителей домов готовы идти на такие сложности, то, в принципе, это лучший вариант. Вот вы председатель, да? Что входит в ваши права и обязанности? Что вы делаете? Ну, председатель задает основной тон в развитии дома. Его концепция развития, соответственно, предлагает жителям какие-то новые идеи, программы, руководит, в принципе, деятельностью, решает вопросы с какими-то проблемами, связанные с коммунальной средой, связанные с проблемами по финансам. То есть это приходится все решать. В общем-то, это работа 24 на 7. Вадим Владимирович, а вы как думаете, в чем основной плюс такой формы управления? Ну, я соглашусь с Александром Евгеньевичем. На самом деле основной плюс как раз в том, что действительно управляют домом сами собственники. Ведь, по сути, управляющие компании ТСЖ – это приблизительно одинаковые формы управления с точки зрения самого функционала. То есть задача в управлении дома, в обслуживании дома, чтобы все работало, все коммунальные ресурсы подавались вовремя, в необходимом объеме и так далее. Но если у управляющей компании, в общем-то, руководит наемный директор, если у управляющей компании в любом случае стоит определенная задача по зарабатыванию средств, это коммерческая организация, то у ТСЖ задача-то несколько иная. Основная задача – это как раз в том, чтобы их дом стал лучше, краше, теплее, что называется, и всегда был комфортнее для своих жителей. Проблематика существует определенная в том, что люди, приходящие к управлению ТСЖ, должны быть не только инициативны, а хотелось бы еще, чтобы они были профессиональны. Потому что у нас достаточно часто происходит ситуация, когда люди хотят, люди берутся за управление, но им не хватает определенного профессионализма, и, в общем-то, это проблема решаема. Нужно просто пройти определенные стадии обучения, нужно понять некоторые азы, нужно вникнуть, погрузиться, но для этого нужно терпение, нужно время и, опять же, желание человека. А как защитить свои права и стать, в принципе, сознательным собственником? Ну, во-первых, это все-таки, в большей степени, это наша культура, наше поведение, и вообще моя позиция – это, в первую очередь, мы должны быть, исполнять свои обязанности. То есть, начинать надо с этого. То есть, мы должны участвовать в выборах председателя, мы должны работать с правлением, мы должны вовремя платить денежные средства. Потому что, когда мы в ТСЖ, мы не содержим какой-то большущий аппарат, мы содержим конкретно тех людей, которые выполняют задачи для дома. Уборщицы, дворники, электрики, сантехники. Если мы вовремя не будем платить, то, соответственно, как бы это рождает компроблем, это принципиально важно. Вот начинать надо с обязанностей, своих личных обязанностей. Вот в ТСЖ это как раз очень заметно. Многие, как бы, когда форма управления управляющей компанией, они думают, что управляющая компания за это получила деньги и сможет как бы дальше жить. К сожалению, это не так. На ТСЖ это более видно. Если ты не работаешь, если ты не платишь, то ты сразу попадаешь в проблемы. И они сразу же вылазят на поверхность. Это тут же суды с ресурсниками, тут же суды с какими-то организациями по поставке чего-то и выполнению каких-то подрядных работ. Вот, ну, надо начинать всегда с себя. У вас же вот проводятся, да, общие собрания. Что чаще всего на них обсуждается? Что наиболее актуально? Ну, основные, как бы, собрания, которые, в принципе, проводятся, это в основном, основная проблема, вот с чем сталкиваются жители вообще, это всегда отчетность. Начнем с того, что, как мы говорим, как ТСЖ должно отчитываться, так и управляющая компания. Вот, работая с жителями, работая с другими домами, мы видим о том, что вот формирование этой отчетности и создание, как бы, той информационной базы, чтобы люди понимали, куда тратятся деньги. Вот это основной вопрос всегда людей интересует. А куда потрачены деньги? Мы платим, понимаете? И вот здесь вот, если научиться вот этому моменту, то здесь, как бы, открывается очень много понимания того, куда потратили, что мы хотим. А, конечно, все хотят, в первую очередь, какого-то благоустройства, в первую очередь, их интересует качество услуг, вот, и когда уже появляются какие-то возможности, то тогда, соответственно, уже начинается облагораживание территории, улучшение каких-то там комфортных площадок, там, делают, соответственно, какие-то работы. Используются программы, которые существуют у нас на сегодняшний момент в губернии, в городе. Вот как-то так. Ну, можно сказать, что эту форму управления принято считать самой демократичной, а вот какие минусы есть? Помимо того, что надо как-то с каждым находить общий язык, взаимодействовать, это же все-таки, ну, тоже непросто. Да, ну, приходится работать со всеми. В принципе, как раз вот это и важный момент, то есть председатель или сотрудники, которые работают, они, в общем-то, погружаются полностью, они постоянно находятся в каком-то общении с жителями. И тогда ты начинаешь понимать, а что им надо. Ты им объясняешь, вот зачем мы делаем вот это, почему мы сделали вот это в первую очередь, а почему это во вторую. В управляющей компании это, к сожалению, не происходит, понимаете? То есть нету связи такой эмоциональной и не выстраивается какая-то логичность действий. Все просто что-то ждут. Одни ждут денег, вторые ждут каких-то комфортных условий, понимаете? А когда в ТСЖ тут приходится постоянное общение производить с жителями, тогда ты получаешь уже обратную реакцию. То есть либо одобряют твою деятельность и поддерживают тебя во всем. То есть, ну, могу сказать, что вот такая работа, она позволяет получать и больший консенсус, и больший процент при голосовании, и участие жителей в самом собрании, и вообще в деятельности. Именно только так можно. Вадим Владимирович, как вы считаете? Я думаю, что это, по-моему, главное. Абсолютно согласен. Все мы хотим жить лучше, мечтаем, чтобы наш двор, улица, наш родной город стали чище и красивее. Но кто-то об этом только мечтает и ждет, а кто-то действует. И вот для тех, кто действует, существуют различные программы на федеральном, региональном и городском уровнях. Об одном удачном примере благоустройства расскажем в нашем сюжете. Заменили дорожное покрытие и расширили паркинг. Теперь жителям 17-го дома по Карла Маркса есть где оставить машину. Все это благодаря участию в губернаторском проекте «Содействие». Александр Денисов всем сердцем болеет за родной двор и не стоит в стороне, когда дело касается благоустройства. Мы сразу замахнулись на программу «Содействие», потому что она как раз поддерживает в первую очередь тех, кто участвует в софинансировании. Мы вложили 156 тысяч, остальное нам дал бюджет, как областной, так и районный. Вот это принципиально важно. То есть если жители хотят, то у них и ответственность от этого возрастает, потому что они участвуют своими финансовыми средствами. В 2001 году жители создали товарищество собственников жилья. Теперь хозяйственная деятельность ведется совместными усилиями собственников. Своими силами ведется озеленение территории, уборка и поддержание порядка во дворе. Мы даже как-то не ожидали, когда въезжали в этот дом, что им так хорошо занимаются, что благоустройством нашего двора занимаются так плотно и регулярно. За это время у нас и паркинг расширился, и детская площадка была немножко перестроена, улучшена. На этом жильцы останавливаться не планируют. Сейчас они готовят пакет документов для участия в проекте «Содействие» на будущий год. Собственники хотят установить светодиодное освещение по периметру паркинга и пешеходные дорожки. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что у нас в гостях глава железнодорожного внутригородского района городского округа Самары Вадим Тюнин и председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов. Вадим Владимирович, сколько у вас за этот год было благоустроено дворов по содействию? По содействию было благоустроено пять дворов, а если брать в целом комплекс программ, по которым мы благоустраиваем дворы, это всего получилось у нас в общей сложности 39 дворов в этом году. То есть это и дворы, в которых мы провели благоустройство по программе формирования комфортной городской среды, и дворы, в которых мы провели благоустройство по программе содействия, и дворы, которые мы благоустраивали за счет средств Минтранса, и дворы, которые мы благоустраивали за счет средств района в том числе. То есть у нас есть своя программа «Твой конструктор двора», у нас есть определенные средства, которые мы ежегодно выделяем на ремонт дорог, ямочные, картами, либо как-то еще. То есть свои средства район тоже так же активно вкладывает в благоустройство дворов. Всего, повторяю, 39 дворов в этом году мы сделали. А насколько сами жители активны в плане благоустройства? Как часто они обращаются за тем, чтобы привести свой двор в порядок? Жители обращаются часто, но если мы говорим все-таки про активность, скажем так, в позитивном смысле, когда жители не просто жалуются, а именно готовы взаимодействовать, готовы идти вперед, двигаться и благоустраивать свои дворы, ну, таких жителей тоже, к счастью, хватает. Но пока активность, скажем так, не стопроцентная. А хотелось бы, конечно, чтобы все жители у нас активно к этому подключались. Но если мы говорим вот про тот проект, который сейчас показывали, про который был сюжет, это программа содействия, там подразумевается не просто активность жителей, там подразумевается, что жители еще и софинансируют проведение данных работ. Соответственно, у нас там три источника финансирования. Основной источник – это областные средства, плюс средства района и плюс средства самих жителей. А есть заявки на благоустройство на будущий год? Конечно, есть. То есть можно чем-то поделиться уже сейчас? Ну, у нас уже подана одна заявка по программе содействия. Заявки по программе содействия подаются два раза в год. Это два раза проводится конкурс. Первая заявка подается до 1 ноября, и второй раз заявка подается до 1 марта. Соответственно, до 1 ноября мы уже заявили один большой, хороший двор. Очень надеемся на то, что он победит у нас и получит средства областного бюджета для финансирования. Ну, и 1 марта, надеемся, тоже у нас будет заявка. Вот, насколько я знаю, Александр Евгеньевич тоже очень хочет еще раз участвовать в этой программе. У них есть идеи, есть планы, есть желание, самое главное, в этом участвовать. Я думаю, что у нас еще все впереди. У нашей программы есть группа ВКонтакте. Куда жители могут перед каждым эфиром оставлять свои вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. И на некоторые из них я предлагаю вместе с вами сейчас им ответить. Да, конечно. Вот одна из жителей спишет. Уважаемый Вадим Владимирович, я проживаю в доме по улице Чернореченской, 25. И уже неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой хотя бы покрасить стены в подъездах. Она говорит, что дома аналогичные их, располагаются рядом, которые уже давно привели в порядок. Управляющая компания все обещает помочь, но пока еще как-то это только на уровне обещаний. Начнем с того, что любой текущий ремонт всегда начинается с протокола общего собрания. Так гласит жилищный кодекс, и от этого отступать точно не надо, потому что это самый действенный механизм. Необходимо провести собрание, пригласить на него представителей управляющей компании и на собрание определить те виды работ, которые планируется провести в текущем, либо в следующем году, если собрание проводится накануне следующего года, за счет тех средств, которые собираются по статье «Текущий ремонт». Этот протокол обязательно нужно оформить надлежащим образом и направить в управляющую компанию. Почему это нужно, объясню. Потому что юридически управляющая компания, получив этот документ, а это уже документ, обязана выполнить те работы, которые заказали жители. Если этого не происходит, как вот сейчас описывают нам ситуацию, то житель может применить определенные санкции в отношении управляющей компании. В частности, у нас в администрации района действует муниципальный жилищный контроль, и по обращению жителей мы выходим, проверяем соответствие планов текущего ремонта, выполнению их. Если планы текущего ремонта, запланированные на определенный срок, не выполняются, соответственно, применяются определенные меры к управляющей компании для того, чтобы понудить ее это сделать. Поэтому с этого нужно начать, и это основной документ, который жители должны направить в управляющую компанию. Поэтому, если это не было сделано, то очень рекомендую это сделать, и мы готовы будем к этому подключиться. Если нужна какая-то помощь с нашей стороны в подготовке этого протокола, в консультации, как это сделать и так далее, мы всегда готовы эту помощь оказать, администрация всегда поможет. Также пишут жители с дома Чернореченской, 21А. Пишут, что оборудовали место для мусорки, но дорогу вокруг не сделали. И хотели обратить внимание, что не хватает освещения во дворах рядом с домом Чернореченской, 21А. Как им можно помочь? Куда им обращаться? Действительно, сделали. Более того, ее перенесли с того места, где она находилась до этого очень много-много лет. Там была определенная проблемная роза ветров, когда мусор на площадке раздувался и разлетался по всем окрестным дворам. В общем-то, встречались с жителями, определили новое место, перенесли площадку на новое место, и подъездные пути обещали сделать. И в этом году мы их сделаем обязательно, мы еще успеем это сделать. Сейчас проводятся работы неподалеку оттуда, на домах Чернореченской, 31-33. Подрядчик непосредственно оттуда перейдет на этот адрес и сделает подъездные пути. Я думаю, что это произойдет в ближайшую неделю. Пишут также жители, что катастрофически не хватает парковочных мест по улице Мариса Тореза, 1-33, и полностью забиты все дворы. Такая же ситуация во дворах по улице Держинского. Хотелось бы узнать, можно ли каким-то образом исправить ситуацию? Конечно, можно, эта ситуация исправляется. Мы ежегодно реконструируем дороги, именно реконструируем внутриквартальные дороги. То есть мы их расширяем для того, чтобы снабдить дворы дополнительными парковочными местами. Когда мы будем делать этот двор, мы обязательно учтем пожелания жителей. Мы в любом случае перед тем, как заходить во двор, обязательно встречаемся с жителями, выслушиваем их мнения, их пожелания, где сделать парковочные места, где этого не нужно делать, потому что мнения на самом деле очень разные. Но заходя во двор, мы в любом случае стараемся предусмотреть дополнительные парковки, потому что дороги, которые строились, строились 30, 40, 50 лет назад, и, конечно, такое количество машин, как сейчас, оно просто не предусмотрено было. Поэтому мы реконструируем эту ситуацию, изменяем ее в лучшую сторону. Когда мы этот двор будем делать, мы обязательно это учтем. Вот есть муниципальный центр управления Самары, там фиксируют нарушения. С чем в основном обращаются туда жители? Да практически со всем. То есть задача центра, в общем-то, как раз собирать всю информацию, все пожелания, все обращения жителей, которые поступают, распределять их между ответственными исполнителями. Ведь обращения, которые поступают, они могут касаться как полномочий района, так и полномочий отдельных департаментов города. Поэтому муниципальный центр управления, как раз получая эти обращения, распределяет их по ответственным исполнителям для того, чтобы, что, скажем так, обращения шли по малому кругу, а не по большому, и жители месяцами не ждали ответа, наоборот, быстрее его получали. И не только ответ, а и само решение проблемы. Поэтому все проблемы, которые есть, все обращения жителей на сегодняшний день, они практически проходят через центр. Повышение комфорта городской среды – один из приоритетов в работе муниципальной власти. Для любого жителя этот комфорт начинается с порядка в собственном дворе. Именно поэтому так много внимания уделяется благоустройству придомовых территорий. Существенную поддержку в этом вопросе оказывают и городская, и районная администрации. Давайте посмотрим сюжет, который подготовила наша съемочная группа. Жители дома 231 по улице Тухачевского обратились в администрацию железнодорожного района с просьбой отремонтировать дорожное покрытие во дворе. Люди жаловались, на машине заехать невозможно, особенно во время дождя. Асфальт полуразрушен, во дворе грязь и ямы. Ранее у нас тут были разбитые дороги, вообще машины не могли проехать, прям проваливались. Мы обратились в администрацию, потому что уже давно ждем, когда же это все у нас прекратилось бы. Нам сделали прекрасную дорогу, сейчас машины ездят, вообще все супер, как бы никаких претензий не имеем, в принципе. Поэтому спасибо большое. В этом году был осуществлен этот проект в рамках модернизации и ремонта внутриквартальных проездов. Были внесены изменения, то есть вот этот тротуар был построен по просьбе жителей, для того, чтобы было безопасно не только ездить, но и ходить. После благоустройства немного уменьшилась площадь газонов, но, по словам специалистов, безопасность жителей превыше всего. Поэтому адресу решилась и дополнительная проблема, которая касалась вопроса опиловки сухих деревьев у жилого дома. В администрации железнодорожного района оперативно рассмотрели обращения и работы по опиловке деревьев были проведены в кратчайшие сроки. Нужна замена зеленых насаждений. В данном случае посажены новые кустарники для озеленения, так как, согласно СНИК, ближе 5 метров деревьев-то сажать и нельзя. Поэтому мы заменяем возможные зеленые насаждения, старые на новые. Однако спил деревьев не всегда выход из положения. Если можно сохранить зеленые насаждения, специалисты объясняют, как правильно это сделать с точки зрения биологических особенностей той или иной породы. Кронировать деревья мы имеем право сами. Если видим, вдруг там они портят фасад, ветки лежат на кровле, что засоряет желоба, что приводит к порче кровли. Это мы можем делать сами. Но есть деревья, которые на самом деле являются аварийными, они поднимают отмостку. Они корнями уже вросли в канализационные выпуска домов. И нам, соответственно, нужно принимать решение о полностью спиле дерева. И, соответственно, мы обращаемся в администрацию за порубочным билетом. Мы тесно в этом вопросе сотрудничаем с представителями администрации. Секрет эффективного сотрудничества – это совместная работа администрации района, управляющей компанией дома и его жителей. Выстраивание отношений между УК и собственниками жилья – процесс длительный и непростой. Обе стороны должны нести ответственность, одна – качественно работать, обеспечивая жителям благоприятные и безопасные условия проживания, другая – проявлять инициативу и осуществлять контроль. В первую очередь, конечно, нужно начинать с управляющей компании. Управляющая компания ближе всего к этому дому. Жильцы этого дома выбрали ее на общем собрании. Конечно, это первая инстанция, с которой нужно все начинать. В осяний период у нас осуществляется дворником подбор мусора, листвы. Это происходит ежедневно, без выходных. На доме также проводятся работы и по текущему ремонту. В данном доме в этом году в двух подъездах заменены окна на пластиковые, так как теплопотери, чтобы были минимальные, чтобы подъезд отапливался хорошо, и у людей было тепло и комфортно. Жильцы здесь очень довольны. То есть в совокупности с администрацией наша работа жильцами оценивается на высшем уровне. Если вы увидели проблему в своем дворе, в своем доме, обязательно сообщите о ней в свою управляющую компанию. Обратитесь в администрацию внутригородского района письменно или составьте онлайн-заявку. Вам обязательно помогут. Ведь главное в системе ЖКХ – это работа с людьми и для людей. Вадим Владимирович, ну как выстраивалась работа? Молодцы ведь. Ну, на самом деле, вот двор такой определенный пример как раз того, о чем мы до этого говорили. Когда мы пришли в этот двор, во-первых, схемы производства работ рисовались, проектировались за год до этого, то есть в прошлом году. Была определенная инициативная группа, немногочисленная, которая предложила сделать так-то и так-то. Когда пришли в этом году, инициативная группа, соответственно, выросла. Люди, когда увидели, что работы готовятся, им стало интересно, им стало важно, им стало нужно. И они внесли многочисленные коррективы. То есть их не устроила та схема, которая была предусмотрена в прошлом году. И мы ее корректировали. Корректировали до тех пор, пока это не устроило, скажем так, практически всех жителей. То есть вот этот тротуар, который там появился, он появился именно по просьбе инициативной группы. И часть парковочных мест, которые были запланированы, убрали оттуда для того, чтобы тротуар проходил сквозь весь двор. То есть вот как раз пример того, что жители вмешались в процесс, и мы с удовольствием этот процесс откорректировали. На самом деле основная задача, в общем-то, сделать так, как хочется жителям. Для того, чтобы, уйдя со двора, мы получали, скажем так, хотя бы благодарные отклики, а не порицание в свой след, сказать, что чиновники пришли, сделали что-то, что удобно им, неудобно жителям. Такого не должно быть, конечно. Мы знаем, что вы тоже принимали участие. Да, я принимал небольшое тоже участие, как член общественного совета. Вот, и жители тоже обращались. И мы как раз выходили на те собрания, которые проходили во дворе. Вот то, что Вадим Владимирович сказал, как раз мы столкнулись именно с той ситуацией, что первые идеи, которые возникали, это было одно, потом поменялось. Вообще, практически на тот момент, ну, не было зафиксировано со стороны жителей вот этот консенсус о том, что же они хотят получить. И это принципиально важно, когда ТСЖ принимает решение на собрании, вот когда уже записано пером, когда уже основная масса проголосовала, и вот с этого момента администрация может уже спокойно заниматься какими-то решениями вопросов. Вот здесь вот это принципиально. И здесь получился вот тот момент как раз расхождения, когда мы пришли на собрание, одни хотят одно, другие другое. И пришлось, в общем-то, даже прервать работы, прервать, просто остановить работы для того, чтобы найти консенсус и найти компромиссное решение. И только после этого, когда это все было принято, появился инициативный человек со стороны дома, с которым мы стали сотрудничать как администрацией, так и постоянно он тоже звонил мне. И мы вот смогли, в конце концов, найти все точки, что надо, научили его, как надо это все организовать, и в результате этот проект, как в конце концов, удачно завершился. А таких вот удачных примеров их много? Вот когда жители, не только, как вы правильно, Вадим Владимирович, сказали, да, говорят, что мы хотим благоустроенный двор, но и вот прям конкретно они наравне с вами занимаются? Таких примеров много, потому что могу сказать, что на самом деле все дворы, которые мы делаем ежегодно, они процентов на 90 корректируются перед началом производства работ, потому что, ну, получается ровно такая ситуация, как я описывал, что год назад, когда мы просто приходим с бумагой и планами, инициативная группа насчитывает несколько человек. Когда мы приходим уже с конкретными вопросами о том, что сейчас начнутся работы, инициативная группа становится гораздо больше, всем становится интересно, это хорошо. Жалко, что это не происходит загодя, что называется, но хорошо, что люди подключаются, по крайней мере, в этот момент. Поэтому у нас появляется четкий шанс сделать именно то, что нужно жителям. Вот конкретно в этом сюжете прозвучала интересная тема по поводу кронирования деревьев. Как часто эта процедура, как бы, она применяется, и могут ли жители обратиться за помощью в решении этого вопроса к вам? Они обращаются, наверное? Они обращаются постоянно, и процедура эта проводится постоянно, на кронирование деревьев. И эта работа проводится, она, причем, работа круглогодичная. То есть мы ее проводим как летом, так и зимой в круглогодичном режиме. Но, соответственно, кронированием деревьев занимается либо управляющая компания, если эти деревья находятся на территории, которую она обслуживает, либо это администрация, если находится на территории, которая закреплена за нами, либо это территория городских служб, соответственно, они занимаются этими вопросами. Но работа эта ведется постоянно. — А вот в вашем дворе были какие-то такие вот случаи, куда обращались, как решали? — Для того, чтобы делать дорожку как раз, мы столкнулись с тем, что, в принципе, постояло два тополя, уже старых тополя, которые, в общем-то, были наклонены, были подпорчены, и покрытие асфальтовое, и, соответственно, они были расположены, когда-то поставлены очень близко к зданию, то есть, соответственно, корни, они уже входили, в общем-то, действительно и под кирпичную кладку. Поэтому мы обратились точно так же в администрацию, соответственно, за порученным билетом, и накануне реализации проекта содействия, вот по поводу паркинга, мы, соответственно, за свой счет, мы производили снос этих деревьев, и только после этого подрядчик приступил уже к полному объему работ. — Вадим Владимирович, по закону жанра в конце беседы нужно спрашивать о планах. Какие планы у железнодорожного района на ближайшее время? — Планы большие. На следующий год мы планируем благоустроить порядка 30 дворовых территорий. Это, опять же, в рамках и формирования комфортной городской среды программы, и в программе содействия, программы инициативного бюджетирования, которые мы сейчас запустили на территории района. — Это в плане благоустройства территории. У нас в следующем году, надеюсь, начнется очень интересный проект в плане ЖКХ. Есть проект подключения домов Куйбышевского района к станции НФС-1, которая снабжает водой основную часть, скажем так, города. — На сегодняшний день в Куйбышевском районе есть проблема в том, что качество воды, холодной, которая там есть, оно не устраивает по многим параметрам. Поэтому идея подключения Куйбышевского района к качественной питьевой воде города была давно. Вот на сегодняшний день она близка к своей реализации. Уже есть проект по прокладке двух водоводов из железнодорожного в Куйбышевский. То есть точка подключения это будет в районе привокзальной отопительной котельной. И, соответственно, водоводы под Самаркой пройдут в Куйбышевский район. Мы провели уже публичное слушание. Жители высказали свои пожелания, свои мнения по поводу того, как это произойдет, как это будет выглядеть. Надеюсь, что в следующем году этот интереснейший и достаточно важный проект будет реализован. Это была программа «Совет моего дома». Мы поговорили о важности вклада жителей в благоустройство своих дворов. Узнали, как создать товарищество собственников жилья и в чем преимущество такой формы правления. У нас в гостях были глава железнодорожного внутригородского района Самары Вадим Тюнин и председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов. Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok